В богодельне священника Георгия Щукина пополнение. Сюда приехала из Кунгура инвалид Августа Васильева. Теперь она по списку 35-я. Её дом в городе рухнул от ветхости. Добрые люди сюда и пристроили. Галина Серафимовна говорит, мы вот тебе отправим в Берёзовку, замуж отдадим. Я говорю, ладно, хорошо. Смотрю, какой же у них попадёт там. Другой постоялец Николай Хомяков здесь уже не первый год. Говорит, работал и киномехаником, и сварщиком. Ближе к пенсии стал глубоко верующим человеком. Жил при монастырях, но только в богодельне священника Георгия Щукина нашёл покой. Сейчас-то зимой-то ладно пока, это тишина. А вот летом-то у нас огород здоровый, там картошка. Им бы ему, это у батюшки, батюшки, и бы, как их называть-то, богодельня, это бы больше сделать, да пускай он, дай бог здоровья ему, чтобы он всех держал. У батюшки две богодельни. Одна в селе Берёзовка, другая в деревне Русский Таз. Здесь, в Тазу, в основном бывшие заключённые и люди бездомные. Одни пришли сюда сами, другие узнали о богодельне от соцработников. Отец Георгий принимает всех. Они получают работу, кровь. Я их обеспечиваю этим. Они взаимно трудятся на восстановление храма. Кто своим силам, кто уборку идёт, расчищает храм Божий после завала всего перестройки. Десять человек восстанавливают храм, пять занимаются фермерством. Администрация деревни Русский Таз пошла навстречу священнику и отдала под ферму старый совхозный гараж. Хозяйство получило грант. На государственные средства приобрели трактор и косилку. Теперь здесь картофельные, капустные, морковные поля и 30 гектаров сенокосных угодий. Здесь 30 коров, 20 свиней, десяток косы и сотни куриц. Кстати, сам Георгий Щукин по образованию ветеринар. Он всегда сам доит коров. Излишки продукции отправляет в Пермь. Вырученные деньги вкладывает в развитие хозяйства, тратит на нужды богодельни. Батюшка говорит, труд очень меняет людей. Да, поднимает дух. Они уже не стремятся убежать куда-то. Не стремятся от дома убежать, куда-то скитаться. Они здесь смысл жизни обретают. И их уже привлекает любовь к животным, любовь к земле. Еще одна богодельня отца Георгия расположена в селе Березовка. Здесь 10 человек. Березовская администрация отдала под богодельню старое здание редакции местной газеты. Если в первой богодельне люди здоровые, то во второй в основном лежачие. 90% из них попали сюда по желанию родственников. Она у нас немножко глуховатая. В этом приюте ухаживает за лежачими Надежда Щукина, дочь священника. Она могла бы работать в школе учителем биологии, но не может оставить этих беспомощных людей. Готовит им обеды, стирает белье, покупает лекарства. Вот как бы стараемся, если вот выбивать первые группы, чтобы памперсы хотя бы были бесплатные, лекарства какие-то. Вот через врачей нам очень повезло с терапевтом. Она их наблюдает, постоянно приходит. Священник Георгий Щукин считает, что забота о людях – дело всей его жизни. Говорит, ему хочется, чтобы все получили спасение. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.